Я хотел начать это видео с пафосной стойки на низкой перекладине. Но по целому ряду причин не удалось это сделать, потому что не удалось доучить до конца стабильную стойку на перекладине. А между тем на календаре уже 3 сентября. Совсем скоро наступит суровая холода, и тренировать элементы на улице будет не так комфортно, поэтому практически все время я буду делать базу. В комментариях вы очень просили записать это видео по стойке, и я просто не мог пройти мимо ваших просьб, поэтому сегодня одно лучшее упражнение для стойки на руках. Когда вы делаете стойку на руках, то фактически вам необходимо встать в ровную вертикальную прямую линию. И эта прямая линия очень похожа на рычаг. И если в школе вы не прогуливали физику, то знайте, что чем длиннее рычаг, для того, чтобы нарушить равновесие. Именно поэтому, когда вы хотите стоять на прямых руках, с прямыми ногами, то малейшее отклонение от этой вертикальной линии, вы просто падаете вниз. И посмотрим на картинку стойки на руках. Вот так выглядит стойка на руках в идеале, насколько нам позволило наше 3D-моделирование, которое сделал Жеф. Для того, чтобы стойку стало держать легче, мы можем сделать следующий момент. Мы можем уменьшить длину рычага, используя возможность человеческого тела сгибаться в тех или иных суставах. В частности, первым шагом можно согнуть колени. Таким образом, стойка вида изменяется, у вас уменьшается длина рычага, а, соответственно, балансировать становится легче, потому что для того, чтобы вывести вас из разновесия, требуется больше силы. Но это не то упражнение, которое я хочу вам показать. Мое упражнение следующее. Давайте еще немножечко согнем стойку, да, укоротим длину рычага с помощью тазобедренного сустава. И мы получим вот это упражнение. Чем оно замечательно? Оно замечательно, помимо того, как я уже сказал вам, гораздо проще балансировать в нем за счет того, что, ну, практически в 2 раза уменьшается высота стойки, и, соответственно, в 2 раза практически увеличивается сила, которую нужно приложить, чтобы вывести вас из разновесия. Во-вторых, в этом положении вы не сможете делать прогиб для того, чтобы балансировать стойки на руках. Просто потому, что нет вот этого вот рычага над вашим поясничным отделом, над вашим тазобедренным суставом, которым вы можете управлять. Этого рычага просто нет. Поэтому единственный вариант для того, чтобы держать вот такую стойку, это стоять в ней. Процесс захода в эту стойку также несколько отличается от того, к чему большинство из вас привыкли. Стартовая позиция заключается в упоре сидя. Ставите руки перед собой на ширине примерно плеч, и будете отталкиваться с двух ног. Достаточно сильным толчком вам необходимо дать себе стартовый импульс, довести до определенного уровня наклона тела, и затем уже с помощью мышц спины, поясницы, плеч довести ваш таз и разместить его над плечами. В отличие от классического способа изучения стойки, когда вы делаете мах стоя с двумя ногами, и очень-очень-очень сложно поймать именно тот уровень силы, который нуждается, чтобы разместить ноги над головой. Здесь все гораздо проще. Конечно, поначалу вам будет не хватать силы, вы будете бояться упасть вперед, и поэтому вы будете не домахивать, и ваше тело вместо такого положения будет чаще вот таким. Но чем больше попыток вы будете делать, тем лучше вы будете понимать, как работает ваше тело, как включаются плечи, как включается спина, и очень быстро научитесь держать это положение. О чем нужно помнить, когда вы пытаетесь выйти вот в эту стойку? У нее, к сожалению, нет названия, поэтому можете в комментариях предлагать свои варианты. Когда вы пытаетесь с него встать, первое, не бойтесь упасть, потому что высота здесь сравнительно небольшая, и если вы уже отработали падение со стойки с прямых рук, с прямых ног, то здесь вам нечего бояться. Второй момент. Не пытайтесь выпрямиться. Очень частая ошибка, что люди пытаются встать в эту вот укороченную стойку, и начинают терять баланс, начинают выбрасывать ноги вперед, чтобы получить вот этот рычаг, который может балансировать. Не надо так делать, это вас ничему не научит, поэтому пытайтесь встать именно в укороченную стойку. Если теряете баланс, слезайте. Также не надо вот пытаться ходить, что-то там ловить баланс. Нет. Ваша задача научиться давать ровный толчок, подводить таз над ногами и стоять в ровной стойке. Затем уже потом вы можете вставлять плечи, чтобы стоять более ровно. Но вначале можете стоять на силе, если она у вас есть. Но задача именно научиться стоять ровно, чтобы не было никаких прогибов, чтобы вы стояли ровненько на ручках. Хотя это упражнение может показаться простым, поверьте мне, это самое эффективное упражнение для стойки на руках. Потому что оно дает вам контроль, вы начинаете чувствовать мышцы. За счет того, что у вас меньше рычаг, меньше вещей, на которые нужно уделять внимание, на которые нужно тратить силы, прогресс в вашем обучении будет идти гораздо быстрее. Поэтому если вы уже давно хотите начать стоять на руках, пытаетесь это сделать, но у вас не получается, начните включать это упражнение в свои тренировки, и вы удивитесь, как быстро и легко вы сможете освоить стойку. На этом все на сегодня. Я надеюсь, что видео будет вам полезным. Если так, то обязательно пишите в комментариях свои впечатления. Следующий ролик будет про то, как научиться подтягиваться 20 раз, если ты сейчас подтягиваешься 10 или 15, и застопорился. Я поделюсь одним советом, который буквально за один, максимум два месяца позволит поднять количество подтягиваний. Это очень простой, но очень действенный совет. Вообще, мой принцип, чем меньше ты тренируешься, тем лучше результаты должен получать. Вот так.